Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на моем канале. В этом видео мы поговорим об уходе за проблемной кожей лица. По сути, проблемная кожа лица это очень вредная и непредсказуемая кожа, потому что никогда не знаешь, как отреагирует кожа на тот или иной раздражитель. Раздражительным в данном случае может быть ухаживающее средство, косметика, может быть еда, может даже изменение погодных условий. В основном проблемная кожа это не только жирный тип кожи, для которой характерно высыпание прыщиками, это также и чувствительная кожа. Поэтому при уходе за такой кожей всегда нужно знать меру. Если вы перестарались с увлажнением или даже очищением кожи, это все провоцирует появление новых и новых прыщей. Поэтому нужно понимать, что в любом случае все нужно делать в меру и соблюдать какие-то рекомендации и инструкции к тому или иному средству. На самом деле цикл обновления кожи составляет 28 дней. Поэтому когда вы приобретаете новое средство и начинаете им пользоваться, нужно понимать, что сразу же эффект вы не увидите. Иногда вот такая вот проблемная кожа, она часто реагирует очень негативно, даже на хорошее средство по уходу. Ну вот такая вот она капризная. И в принципе это нормально, потому что когда вы начинаете по-другому ухаживать за своей кожей, она начинает перестраиваться. То есть она начинает программировать себя на то, сколько ей нужно выделять кожного сала и как-то потихоньку уравнивать баланс кожи. Поэтому если вы купили супер дорогое классное средство, а у вас очень сильно обсыпало, это не означает, что оно плохое. Возможно, к коже еще не привыкла. Конечно, все время будьте на чеку с такой кожей, потому что действительно какие-то средства могут не подходить. Конечно, если у вас сильное покраснение, прям пятна мезут, или пошла аллергия, немедленно откажитесь от этого средства. Просто наблюдайте за кожей, как она реагирует. Как я и говорила ранее, проблемная кожа часто ассоциируется с прыщами. И да, для такого типа кожи характерно появление прыщей. Но, пожалуйста, ничего не выдавливайте, потому что сделайте намного хуже. Как бы вам не казалось отличной идеей избавиться от этого прыща, но поверьте, на следующий день будет еще хуже, потому что прыщ, по сути, это воспаление. А если вы еще его выдавите, это двойное или тройное воспаление. И, конечно же, это будет заживать и проходить намного дольше, если бы вы просто ничего не трогали. Все мы знаем, что самые ужасные прыщи всегда появляются не вовремя, а за день до какого-то мероприятия или праздника. Если такое случилось, просто перед сном нанесите точечно на проблемную зону, например, масло чайного дерева или любое антибактериальное средство, это даже может быть какой-то тоник по уходу за кожей. Конечно, оно прыщ 100% не уберет, но сделает его менее красным и менее объемным. Просто он за ночь у вас не увеличится втрое, как это обычно бывает. А там уже дело косметики. Немножко консилера и, в принципе, будет довольно неплохо. Также по поводу тоников. Если у вас проблемная кожа, присмотритесь к тоникам, потому что это средство, которое не только дезинфицирует кожу, то есть у них такое антибактериальное действие, но и значительно сужают поры, а значит профилактируют возникновение черных точек в проблемных местах. Также лосьоны и тоники очень хорошо подготавливают кожу к следующему этапу. В основном это увлажнение. То есть, по сути, тоник это такой проводник, который позволяет, например, питательным веществам, которые содержатся в креме, впитываться эффективнее и быстрее. В основном проблемная кожа это жирная кожа. Но это не означает, что вам нужно умываться чаще, чем остальным. Умывание должно быть при любом типе кожи максимально мягким. То же самое касается и демакияжа. Лучше для проблемной кожи использовать пенки для умывания, которые очень бережно удаляют загрязнение, при этом не пересушивая ее. Старайтесь подбирать средства и вообще технику умывания, которая не требует трения. То есть максимально постарайтесь уменьшить любое механическое воздействие на кожу. То есть нужно вот так вот тереть пенку или растягивать кожу. В общем и целом выберите для себя режим умывания не больше двух раз в день. Этого вполне достаточно. Например, утром и вечером. Также приятно и полезно для кожи будет использование теплого полотенца. Что это такое? Как это работает? Когда вы умылись и очистили кожу, возьмите какое-нибудь махровое хлопковое полотенце маленькое. Обычно это кухонное полотенечко. Расмочите его в теплой воде и вот так вот накройте кожу. Полежите так минут 7-10. Это уменьшит воспаление, которое вызвано умыванием. Это расширит поры, а также в целом поможет вам расслабиться. После того, как вы сняли теплое полотенце, протирайте лосьоном или тоником только по массажным лилиям. И попробуйте не растягивать кожу, как будто вот по поверхности водить. То есть ватный диск двигается, кожа остается статичной на одном месте. Уже после лосьона или тоника приступаем к увлажнению. Раньше было мнение, что такую проблемную или жирную кожу не нужно увлажнять. Но это огромное заблуждение, потому что она просто нуждается в уходе и увлажнении точно так же, как и сухая. Просто кремы нужно выбирать не такие густые и плотные. Постарайтесь для проблемной кожи брать максимально питательный, но легкий по консистенции крем, который быстро распределяется по коже и также быстро впитывается. Вот, например, что-то по типу молочка для кожи. По поводу скрабов для кожи. Для меня это слегка сомнительный продукт, потому что я в нем вижу больше минусов, чем плюсов, что касается ухода. Но для проблемной кожи я бы порекомендовала все-таки использовать скрабы, но только на Т-зоне. Вам не нужно вот эту вот часть трогать, вам не нужно боковые поверхности лба затрагивать, потому что все-таки это механическое воздействие. А если у вас прыщика еще и воспаленные, интенсивный скраб явно не поможет, а только прибавит красноты. Поэтому в целях такой легкой шлифовки, то есть очищения от омертвевшей кожи, можно использовать легкий скраб, но только ищите, чтобы абразивные христики были кругленькие, маленькие, что-то наподобие пищевой соды. Из масок для проблемной кожи я бы посоветовала самодельные домашние маски, которые в основном на основе косметической глины, потому что именно этот компонент отлично очищает кожу, в частности поры, она добавит и цвета кожи, и улучшит кровообращение. В чистом виде, конечно, глину не стоит использовать, потому что это тоже довольно агрессивно, она может и пересушить, поэтому добавляйте в нее немножко либазовых масел, по типу оливкового, а также одну или две капельки масла чайного дерева, которое будет являться антибактериальным средством. Если у вас проблемная кожа, вам нужно научиться контролировать себя. Постарайтесь вообще не дотрагиваться кожи, не тереть ее. Если вы занимаетесь спортом, в тренажерном сале вот эти вот движения лучше не делать, потому что если вы даже хотите вытереть пот, просто промокните лицо или салфеткой, или полотенцем. Не нужно тереть, потому что я вам гарантирую, что на следующий день обсыпет так, как никогда. В любом случае, просто контролируйте движения своих рук. Вот эти вот положения постоянные. Лучше держаться от этого подальше, это просто спасет вас от лишних прыщиков. И последнее, о чем бы я хотела поговорить, это питание. Я не знаю, наверное, очень многое сказано и написано о том, что состояние кожи напрямую зависит от питания. И то, что мы едим, у нас проецируется на кожу. Если у вас проблемная кожа, пожалуйста, ешьте меньше сладкого, а еще лучше его исключить. Бывают такие дни, что просто нереально себя сдерживать. В этом случае лучше съешьте немножко черного шоколада. Но вот эти вот все сдобные булочки, печенья, я уже не говорю о батончиках шоколадных. Сейчас они просто напичканы всякими подсластителями и заменителями сахара, которые просто пагубно влияют на кожу. И поэтому постарайтесь это избегать. Конечно же, в идеале нужно ограничить употребление и жареной пищи, и соленой, и кислой. Ну, все мы знаем, что это фактически нереально. Поэтому давайте пока договоримся о том, что мы исключаем слишком сладкие продукты. А там, если у вас хватит духа, потом уже переходите на более здоровое питание. Я даже по себе знаю, казалось бы, я все правильно делаю, правильно ухаживаю, но почему меня обсыпает, я не пойму. Все дело в питании. Поэтому обязательно думайте, что вы едите. На этом все. Вот такие вот советы были у меня на этот раз. Если вам это видео оказалось интересным или полезным, не забывайте дать знать вашим пальчиком вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Кликайте на другие иконки, чтобы посмотреть еще больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока!